Приветствую вас. Смысл в том, что ваши страхи, ваши переживания, они несколько оторваны от реальности, с одной стороны, они оторваны от реальности, с одной стороны, в том, что, ну, что замыкание действительно не произойдет, потому что если бы произошло, если бы, вы правильно сказали, если бы оно произошло, оно произошло сразу, вы бы об этом узнали, а так уже, в принципе, все сухое. Вот. С другой стороны, просто телефон нужно встряхнуть, перед тем, как включать в него, например, это первое, второе, он был выключен, когда туда попала вода, а выключенное устройство, в принципе, оно не испортится, насколько я знаю, от небольшого количества воды, если не пролить. Вот. Кроме того, оно просто не включится, если вы его испортили водой, то возгорание не произойдет. Вода могла повредить какие-то компоненты, но эти компоненты, они просто не включатся. Вот. Это действительно техническая часть. Стоит в том, что именно в вашей ситуации, именно пожара не случится, скорее всего, он не случится взрыва, не случится возгорание, но вы его боитесь. И есть причины, по которым вы его боитесь. Возгорание, я имею в виду. Эти причины заключаются в том, что вы чего-то хотите. То есть, страх возгорания, это какое-то ваше подавленное желание. Какое именно подавленное желание, я, конечно, не знаю. Это можно и нужно исследовать, можно и нужно смотреть, можно и нужно исследовать, почему вы так боитесь огня, пожара и прочее. Вот. И дальше уже этот вопрос исследовать. То есть, дальше смотреть, что для вас это, ну, что для вас это означает, что для вас это значит и так далее. Вот. Я думаю, что примерно так. Я думаю, что примерно так. Я думаю, что то, что вы описываете, похоже на механизм навязчивости. На механизм именно навязчивых идей, навязчивых мыслей. И вот, что что-то будет, что что-то случится, что что-то произойдет. Вот. И такая история. Это навязчивые мысли, в основе которых лежат все те же желания ваши. Я думаю, что вы свой вопрос можете переадресовать в раздел «Технологии». Там вам ответят. Там вам ответят. Ответят вам там непосредственно по технической части. Вот. При этом, при том, что вам ответят там, ваша именно психологическая проблема не решится. Вот. Понимаете, какая штука? Она не решится. Вот. Она, эта психологическая проблема останется с вами. Вот. И решать, решить, решить ее мощно через психотерапевтическое воздействие. Вот. Именно вот. Через психотерапевтическое, так сказать, взаимодействие с вами. Что стоит за этими мыслями? Но, как бы, как правило, как правило, за подобными мыслями и идеями стоит потребность во внимании. Такая вот, достаточно болезненная получается потребность во внимании, потому что, вот вы говорите, как успокоиться, как быть. То есть, вы хотите, вот, вы хотите привлечь к себе внимание людей подсознательно. И происходит это потому, что вы не чувствуете себя значимым. Вот. Вы не чувствуете себя значимым, вы не чувствуете себя важным. А это всего лишь означает, что то, что вы делаете, не находит у вас адекватного эмоционального отклика. И, соответственно, чтобы это произошло, чтобы вы, наконец-то, начали получать эмоциональный отклик от того, что, к примеру, вы делаете. Вам нужно пригласиться к своим чувствам, лучше с ними взаимодействовать, и тогда проблема уйдет. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.